МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подальше от звуков сирен и разрывающихся снарядов. Более 500 детей встретили из Белгородской области в Дагестане. Махачкала к весне готова. Десятки тысяч цветов украсят столичные клумбы. О том, как коммунальщики преображают город, сегодня в выпуске. Великий шелковый путь может быть не только в торговле, но и в спорте. На международном турнире с одноименным названием дагестанский боксер Хасмагомеджа Ватханов выиграл золото. ФСБ России во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекли деятельность преступной группы из 48 регионов страны, в том числе и Дагестана. Задержанные переделывали гражданское оружие в боевое, а затем продавали его. Изъято около 600 единиц такого товара и более 30 килограммов взрывчатых веществ. В нелегальных мастерских работали порядка 130 человек из разных субъектов России. Всего за январь и февраль текущего года прекращена деятельность 28 таких подпольных цехов. В Дагестан прибыли 536 детей из Белгородской области. Их на железнодорожном вокзале Махачкалы в торжественной обстановке встретили председатели правительства республики и министры. Атмосферу праздника для гостей создали активисты движения «Первых», которые держали в руках плакаты со словами «Приветствия». Ребята приехали к нам в гости впервые в сопровождении родителей и вожатых. Сейчас в Белгороде довольно тяжелая обстановка, и в связи с этим нас эвакуировали, и вот мы здесь. Какие ожидания от поездки? Только положительные. Что хотите увидеть? Что мы обещали показать? Ну, пока еще все впереди, мы сами не знаем. С каким настроением ехали? Ой, ну знаете, в ожидании именно, наверное, спокойствия в первую очередь, но и на позитивном плане мы хотим именно не только получить удовольствие от отдыха, но и все-таки продолжить образовательный процесс. Белгородцы проведут в Дагестане три недели. Их разместят на базе двух школ-интернатов в Махачкале и в Дербенте, а также в детском оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег». У нас дети будут не только учиться, но и ездить на экскурсии, и принимать участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Правительство Республики Дагестан этот вопрос будет держать на постоянном контроле. Мы будем посещать места обитания этих детей, места пребывания этих детей, и им будет оказана соответствующее внимание и соответствующая помощь. И поэтому Республика Дагестан будет вторым домом для наших белгородских детей. Два новых регулярных прямых авиарейса запустят в Махачкалу. Весеннее-летнее расписание в воздушной гавани дополнится маршрутами из Саранска и Ижевска. Перелеты будут выполняться на комфортабельных Embraer 190 с компоновкой 110 пассажирских мест. Самолеты из Дагестана в столицу Мордовии будут летать с 5 мая по воскресеньям. Время в пути – 2,5 часа. Рейсы же из Удмуртии запустят с 1 июня. Они будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям. Продолжительность полета – 3 часа. Махачкала к весне готова. В питомниках городских служб уже выращены десятки тысяч цветов, которые украсят столичные клумбы. К их высадке в парках и скверах города уже приступили коммунальщики. Посадка Гортензия, посадка Фатиния, и также Лаура Вишня, Барбариса и Спирея. Вот здесь мы в верхней стороне кольца создаем новую клумбу. Мы здесь пока оставим чуть-чуть загадкой. Здесь чуть-чуть интересный посадочный материал и летние цветы тоже добавка будет. И также розы тоже посадили, где не хватает, березы добавили. Однако, как сообщает мэрия столицы, очень огорчают многочисленные факты вандализма. В прошлом году с городских цветников было вырвано множество растений. Столичные службы в очередной раз призывают махачкалинцев бережно относиться к этой красоте. Все эти цветники и клумбы – результат тяжелого труда озеленителей. И сделаны для того, чтобы горожанам было комфортно и приятно жить в столице. А гостям наш город запомнился красивым и ухоженным. Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Не переключайтесь. Использовать не сертифицированное газовое оборудование запрещено и опасно. Но некоторых абонентов это не останавливает. Более 5,5 тысяч нарушений правил пользования газом выявлены в регионе в ходе рядовых мероприятий. 4 тысячи из которых – установка нелегального оборудования, а полторы тысячи – незаконное подключение к газовым сетям. И это данные всего за два месяца. Специалисты обошли за это время почти 30 тысяч абонентов. Бык угодил в канал имени Октябрьской революции в селе Султаньянгиюрт Кизельюртовского района. Животное не смогло самостоятельно выбраться из воды. И тогда ему на помощь пришли работники филиала «Дагмильеводхоза» и местные жители. Они вытащили пострадавшего на сушу, используя кран. Бык поднялся, отряхнулся и стремительно покинул место происшествия. Он надеялся лишь легким испугам и сейчас снова радуется жизни. Бабушка в Дагестане отдала телефонным мошенникам 4,5 миллиона рублей. В ноябре прошлого года 78-летней Светлане позвонили неизвестные с выгодными предложениями инвестировать в свои сбережения. Женщина поверила аферистам и на протяжении нескольких месяцев переводила средства через банк на указанные им реквизиты. Они убедили ее вложить свои средства в проект. Когда деньги закончились, а мошенники перестали отвечать на звонки, бабушка отправилась в полицию, где ей объяснили, что на самом деле произошло. Антимонопольная служба внесла предостережение премьер-министру Дагестана. Ранее председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил о своем намерении указать органам исполнительной власти республики и местного самоуправления при проведении закупок ориентироваться исключительно на продукцию, произведенную на территории региона. Уфас предостерегает главу Кабмина от совершения таких действий, что может нарушить статьи 15 и 16 федерального закона о защите конкуренции. Донецкую и Луганскую народные республики посетил Абдулла Ахалов, председатель Совета имамов города Махачкалы в сопровождении богословов. В нескольких городах они прочитали проповеди, организовали ифтары для опастящихся, посетили батальон военнослужащих из Дагестана, раздали им исламские книги. Таким образом, делегация решила поддержать мусульман на освобожденных территориях священный месяц. Допустим, договорился, продаю я машину. Вот с ним я договорился, цену тоже установили. Завтра я встречаю другого брата, который мне дает 100 тысяч и больше. Вот с ним, который у меня был договор, я готов его испортить из-за того, что я более выгодного клиента нашел на свою машину. Это просто такой бытовой пример. Таких примеров очень много. В общем, нарушение данного слова, договора, тоже это очень опасное дело, потому что от которого зависит полноценность религии и слава. Дагестанскому спортсмену не было равных весовой категории до 86 кг. В финале турнира он одолел хозяина ринга Мурада Лахвердива. До этого Джавадханов превзошел соперников и из Пакистана, и Италии. Два золота, серебро и две бронзы. Таковы промежуточные итоги выступления дагестанских борцов юношей на первенстве России в Орле. Накануне наши вольники завоевали две наградывающие пробы и выбились в лидеры медального зачета. Отличились хасавюртовцы Адлан Сайтеев и Рамазан Абдулкадыров. Оба провели на Орловском ковре по шесть успешных схваток. В заключительный день турнира дагестанские юноши претендуют еще на два золота. За первые места в своих весах поборются Каякентиц, Арслан Мирзаев и хасавюртовец Мухаммад Ахмедов. Победа на этих соревнованиях гарантирует борцам возможность поехать на мировое первенство. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших всем новостей и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok